За святую Русь помолюсь Дело в том, уважаемая соседка Елена Александровича, что о чем мы будем говорить, я еще не знаю. Но в целом такая вот стезя у нас. Я снял уже два фильма, показываю всем, в том числе и вам. Сказать, что особой популярностью пользоваться я не могу, но хотя бы сравните. Вот вебинар, да, прошел день, 53 просмотра, 29, 36, 47, казалось бы, да. Я думал, когда я Мичурина, вот два фильма про Мичурина, вот, и вдруг 500 просмотров, то есть 10 раз больше. А я-то считал, что это неинтересная тема, у меня вообще ничего слушать не будет. А прям было такова. Значит, существует где-то ВКонтакте или где-то большая такая, как называется? Таблик. Вот, не знаю, что. Группа под руководством Андрея Туманова. Мной глубоко уважаемого человека, можно сказать, подвижника. Но дело в том, что сыр-бор сгорелся от того, что очень неосторожно некоторые участники прошлись по железу. Так, по мне, то есть, мы это тоже будем проходить. Я вынужден вернуться к этой теме по одной причине. Потому что они полностью, сходу, назвали, что Мичурина – это лженаука. Вот, не имея ни малейшего представления. Вообще, я потом уже эту тему не хочу удоражить. Уже это в первых двух сериях мы проходили. Вот, потом, сейчас у нас будет тема чуть поуже. Значит, так, было заявлено, вот, а у них там миллион с чем-то этих участников, это не шутки. Вот, что из косточек культурных сортов, естественно, камень был мой огород, вырастут дички. А железов продает, а значит, он халтурщик, значит, он только людей. Ну, мы не назвали мошенников, ну, близко к этому. И тогда, вот, спор мешался пока только это самое. Мой младший брат, ну, он младше всего несколько месяцев, и очень серьезный мужик. Ему стало страшно обидно. Он вырастил, я ему 6 лет назад высылаю косточки. Он их садит, их много, половина дает соседу, через 3 года у соседа абрикосы в Костромской области. А потом выясняется, что ему было обидно, но на следующий год и он получил абрикосы. А для Костромы это вообще, это как, знаете как, невероятный случай, можно сказать, сенсация. Вот, и он попытался их разрезовать, тем более они, за то, чтобы резать и резать деревья. И вот это вот его сильно все задело, и он мне присылает эту полемику, я схватился за голову. Я совершенно не согласен с ними. Они обиделись и на него заодно на меня. Напоминаю, что было в этих двух сериях. У нас шикарное образование, мы кандидаты наук, у Тимирязевка. Вот это, а с другой стороны металлург и его брат-новичок. И больше ничего. Вот, и что получается? Они не знали, что у меня уже есть досье. Единственное, это сенсация мировая, но незнакомая. Они же как сказали, что Железов и его сподвижники, это такой узкий круг. Вот, я на всех случаях сейчас сразу кое-что перескочу. Вот, чуть-чуть. А, нет, давайте по порядку. Значит, смотрите. Вот это старинный сад. Вот, как называется? Вот это вот зараза, мне лезет все время ко мне. Вот. Фото с артабросовку Луна Железы в других садах. Я начал как положено, с красивой картинки, да? Вот этот, наверняка, эта фотография, это снималась с натуры. Наверняка. Вот так оно и было. Вот он, старый запущенный сад. Этот ослябя, этот садовод-монах и воин готовится к битве. Но перед этим приводит сад порядок. Это просто такая для меня умилительная картина. Я когда первый раз видел, у меня слезы в глазах стояли. Вот. Я не могу не прочитать это, пусть это не я, пусть это был комментарий к картине. Тихое утро, пронизанное лучами теплого солнца. Это перед дракой мы, потому что ее будет доводить до ума этот фильм. Ну, там красивая музыка, вставка. То есть, начало такое красивое и конец. Это будет тот же самый мой брат Юрий. И я обращаюсь, Юрий, сейчас к тебе. Знаете, как назовем эту серию? Нас бьют, мы летаем. Вот это я хотел напомнить. И пошли дальше. Главное в этой маленькой картине то, что монаха зовут ослябя. И готовится этот монах не берить стволы, а отдать свою жизнь за Христа, за всех любимых им людей русских, в том числе и за нас с вами. Облокотился он тяжелый своей рукой от дерева и задумался. Вся жизнь прошла перед мистерным взором. Он ослябя готов, он воин Христов. Все же побелить свою яблонь, а потом, взяв меч, устремиться в самый ад Куликовской битвы, чтобы убить врагов Божьих и укладывать их в трупы снопами. А потом самому быть изрубленным со своим великим собратом Пересветом. Вот. Ну, а дальше рядом со мной сидит вот эта девушка. Знакомьтесь. Вот я, знаете, как назвал? Фото из сада Железа. Это визитная карточка из Шурчинского района. Это будет ее визитная карточка. Потому что она уже была в Мичуринске. Вот. И она уже была в Новосибирске. Она учится, она дипломы коллекционирует. Но зовут Елена Александровна Савинична. Дело-то в том, что... Я ей каждый раз говорю одно и то же. Сейчас скажу, она сидит рядом. Прошу вас поздороваться. Добрый вечер. Вот ее уже многие знают, те, кто смотрит вебинары. Да, дело-то в том, что она должна ездить учить. Это моя лучшая ученица. Она же красная дипломница. Она же аспирант. Единственный человек, который разрывается между наукой и практикой. Между любительским садоводством и садоводством научным. Вот с нее должно что-то получиться. В отличие от тех выпускников, которые не умеют вращать дерево. Вот. Я не прошу подтверждений. Обидятся твои эти сокурсники. Итак. Недавно в гостевой книге моего сайта сравнили Сайногорск с Ашкабадом. Ах, в Ашкабаде один раз было минус 30. Ну, поверю, за 100 лет. Теперь у нас оказывается Ашкабадский климат. Итак, мы начинаем интереснейшую серию. Это невероятно то, что вы ниже увидите. Невероятно. Почему? Мои несуществующие вегетативные гибриды, клоны железа, расползлись по всей стране. Вначале о мошеннических сайтах. Вот. Это будет... Я решил так. В час, два, три не уложусь. А кусочки будут по 30 минут. Больше она отключается сама. Вот. И вот сейчас сделаем. И поехали работать. И завтра сделаем. Полца, полца. И так далее. Вот это вот. Раз, два, три, четыре. По горизонтали. Раз, два, три, четыре, пять. По вертикали. Это 20 сайтов, которые присвоили мои фотографии. Вот. Еще 20 сайтов. Вот. А мы сегодня с Ильей Насанной вспоминали ассоциацию производителей. У меня такое впечатление, что уже никто ничего не производит. А знаете почему? Сейчас я чуть-чуть скажу. Прежде чем обратить внимание на то, что есть выход из этого жуткого положения. Бесконечного обмана. Вот еще. Это все мое. Еще 20 сайтов. Это сделано такими квадратиками. Это мой друг. Он их быстренько все нашел. Вот сейчас обратите внимание на эту фотографию. Она встречается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Кажется все. И вот я и думал, что все 100 сайтов украли. Узнаете, Илья Насанна? Узнаем. Представьте, пожалуйста. Носкова Мария Александровна и Носков Владимир. Сотрудники лаборатории биотехнологии сельскохозяйственных и хвойных растений Красноярского аграрного университета. Вот. А говорят, что это самое, железо в узких кругах известен. Мне все такое впечатление, что вот эти дамы, да, это и есть узкий круг. Потому что они замкнулись у себя. А мы вот так вот. И вот смотрите дальше. Вот. Сейчас, прежде чем начинать показывать, я это ликбез. Итак, мы делаем следующее. Мы сейчас попадаем, это как меня в виноградах научил, в Яндекс. Так. Я сейчас набираю, например, фото. Нет. Это неудобно, придется вот так. Фото. А. Б. Р. Кос. Это учеба, друзья. Они просто там нас бьют, мы летаем, рассчитываясь. Так. Например, все. Ра. Ким. Вот тут вот я сделал. Ага, вот она. А теперь обратите внимание. Смотрите. Видите, моя фотография, сколько я там не считал, штук 15, да? А на самом деле, смотрите, сколько их украло. Вот. И научу вас. Делали так. Вот когда сайт перед вашими глазами, вы должны знать, своими торгуют или южными. Итак, увеличил. Найти это изображение в Яндексе. Держите за стул. Там, там, тарам-тарам. Посмотрите. Это только одну. Вот. И как его только не называют. Чемпион. Я потом бы, это и Казахстан, и Украина, и Белоруссия, и Польша. Вот. Куда они только не залезли. Кстати, вот малое письмо получил Лена Александровна. Вот. Видите, что делается? Это только одна. Причем, это еще не все. Вот. Есть еще то, что называется мимикрирует. Смотрите. Это она. Пока мы вот эту смотрели. Только кусочек вырезан. Вырезан кусочек. И сколько тут еще? Не будем время терять. Она? Да. И это. Да. Она. Развернули. Только повернули. Повернули. Итого их добрая сотня. Только эта фотография на сотне сайтов этих. Вот они. Вот. Вот. И вот. Ну, а дальше пошла уже опять. Они тоже воруют. Это уже Фаина. Ну, смотрите. Фаина. Развернули Фаину. Вот. То есть, фактически получается так, что тогда Виноградов только начал поиски. Нашел их сто. А потом я ищу полсотни. Это когда лезет мне реклама и так далее. Это все альтернатива этому. Идем дальше. Итак. Все-таки ученые нас не забывают. Вот. Я на прошлое-то хвастался, что-то он у меня и дневал, и ночевал. А он за лап Института Аграрных Проблем. Так. А то вот мы это самое. Итак. Это будет длинная история. Одно время я фильм этот снимал, но я его подарил тогда это, это самое, каналу Галкинсад. А теперь приходится по-новому снимать. Он уже там свое отсидел и уже давно забыт. Там их тысячи, сотни этих. Вот. Я по-новому. Вот тут у меня было соревнование между Европой и это. Интереснейшее там. А тут после этого я еще добавил. Теперь сбито. То есть там была раз Европа, раз Сибирь, раз Европа, раз Сибирь. Но, тем не менее, попробуем какой-то итог. Кто впереди планеты всей. Ну что, высылаю Тольятти. Высылаю фото четырехлетних персиков. Первый рожай мы попробовали в девятнадцатом году. Выросло штук восемь. В двадцатом два ведра. Представляете, сколько костик бесценных. В этом году уже свои кости заложил на салюкацию. Хотел бы узнать у вас. Из моих костик будут вкусные плоды. С уважением. Бердо Татьяна. Садовод и любитель. И вот этот самый, она у меня спрашивает. А наш друг Чернобаев, мы не можем сейчас переключаться сюда-сюда. С его абрикосами, с персиками, да. То есть с моих саженцев, подаренных им, он вырастил урожай. Посадил костики, вырастил урожай. И они оказались точно такие же. Ну если там мерить на миллиграмма меньше. Вот. И что получается? Вот это утверждение тех самых дам, да. Которые высокоученые, которые с легкой брезгливостью, Ольга и Наталья, относились к моему брату. Кто ты такой-то, это. Подумаешь, там заплодоносил. А он их спрашивает, а ваш это где? Покажите фотографии. У нас есть. Покажите фотографии. У нас есть. Покажите фотографии. У нас есть. Покажите фотографии. Забанились. Вот. Поэтому смотрим на настоящее. Тут никто сбанить не будет. Итак. Внимание. Открыть. Вот еще персики наливаются. Тоже. Сейчас быстрее звук добавить. Белерьям три года. Сама вырастила из косточек. Эй, Наталья. Эй, Ольга. Вот они какие у нас. С косточек. Скоро, скоро, скоро. Вот. Скоро, скоро. Собирай. Ну. Я сам не то, что не верю. Я верю. Это мое. Вот. Речь о другом. Речь о том, что это на грани фантастики. Ну. Так, ну что, посмотрели. А теперь она же. Вот это вот все время будет влазить какой-то вирус, что ли. Надоел. Вот. Я чувствую, мы сегодня не закончим. Эй. Она же. Смотрим. Что она же. Ох, я чувствую, одним фильмом мы не оделаемся. Круг. А вот. Сейчас нажмется. Так, а что же это? А ведь открывалось. Ай. Кажется, я упустил одну картинку. Кажется. Ладно. Ну, я такой этот. То ли открыть не могу, то ли она уже. Давайте эту глянем. Открыть. А, вот это, знаете, тоже следующее. Внимание. Сейчас, 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 сейчас. Почему яблок нету? Видишь, яблок нету. Знаете, что сделала следующая моя подруга? Она прислала мне письмо с просьбой про... Сейчас сказать. Вот на этой старой яблони. Она привила, сейчас увидите, это все касается. Грушу. Да какую грушу? Смотрите. Вот. Это вторая по крупности. Она спросила, что за сорт. Это ли есть лесная красавица? Она есть. Вот она. Просто веточка, как называется, плодовая веточка. Смотрите. А ее снимают. Почему яблок нет? Почему нет? Я не знаю. Она спрашивает ее. Вот. Но меня интересует именно вот этот побег. Посмотрите. Видите, какие яблоки груши? Это есть лесная красавица. Вот этот я хотел показать. Вот. Теперь смотрим дальше. Я уже по памяти все не помню. Вот. Значит так. Это все правда. У меня же есть письма. У меня нет секретарства, чтобы все это так сделать. Чтобы это было задокументировано на века. Почему? Вот то, что была веточка. Вот такая веточка. Вот такая, вот такая, вот такая небольшая. Там на ней висело 8 груш, по-моему. Крупных. Грамм по 300, по 400. Вот. И она так веткой и останется. Она никогда расти не будет, пока не отпилит вот эти здоровенные. Вот. Но ее не ошибка была. Она получила. Она теперь там письменная, как написано. А я теперь буду с нее брать черенки свои будут. То есть она зацепилась за ее грушу лесная красавица. Зацепилась за это самое. И вросла в яблонь для того, чтобы ее потом уже был тиражир и тиражир. У меня такие примеры есть. Но сегодня не мой день. Сегодня я рассказываю о своих друзьях. Вячеслав Сергеев. По Экатеринбургам. Смотрим. Где-то у нас громкость. Что это нам показывает? Ну-ка. А вот звук добавил. 47 граммов. 47 граммов. Персики. Ну, косточка отделяется. Вот такая косточка. Вот. Вес хасанского персика Вячеслав Сергеев. Вот такая мебедь. Первый урожай никогда не разгревает. Потом они приспосабливаются. Так, ладно. Посмотрели. Ну, худо-бедно. Уже персик. А все-таки это не просто Урал. Он мне сказал не битый. И глаза такие. Так. Идем дальше. Идем дальше. Ну-ка, что он в следующем фильме нам расскажет? Я ничего пускать не буду. Хотя у меня уже добрые сотни. Сегодня 31 августа 2020 год. Это он же. Вот созрел персик. Хасанский. Такого вида. Беленького. Там вот еще один. Вчера я их попробовал. Ну, персик. Яренькие уже коды. Все, посмотрели. Дальше идет. Это туалет железы с косточки. Два ответа. Да, из косточки ВК. Я ничего не выдумал. Идем дальше. Из косточки ВК. Илья Зайцев. Вот это интересно. Смотрите внимательно. Переходим к абрикосам. Вот. Это к темносказань. Вот. Посмотрите на эту красоту. На эту красоту. Это не все фотографии. Там были не такие красивые. Хотя были еще это. На эту красоту. Вот. И читаем. Нашего полку прибыла. Илья Зайцев. Вот. То есть это. Он тут ничего больше не пишет. А, это у меня получилось случайно. Сдоилось. Вот. Письмо. Теперь читаем письмо. Зайцев. Здравствуйте. Вот я и дождался урожая академика. Спасибо за косточки и за саженцы. На фотографиях абрикос академик. Заказывал саженцы весной осенью 2014 года. Месяц фоина и манчжурским. Саженцы сажал на холмы. Фоина на второй год погибла. А мы про фоину еще подумаем, почему она погибла. Я не упускаю такой случай, чтобы самому мозги не напрячь и вас получить. Тот, кто мне верит. Академики манчжурис первый год дают плоды. Также заказывал косточки Серафима, Амура, Курдюмова и манчжурского гибрида. К сожалению, все перемешалось на грядке. И выжили, как я понимаю, в основном манчжурцы и Амура. Нет, не обязательно. Там кто угодно может выжить. Они все вот это, они супер морозостойкие. А вот по отношению к влаге, может наоборот, выжить культурный, а не выжить какой-нибудь менее культурный. Так, потому что крупных плодов не видел. Также сажал косточки сливы Китайки с универа Востока. Весна 2015 года. Сливы уже зашли через год после того, как я грядку перекопал. Так, теперь значит, где-то тут была зацепка. Ну-ка, или уже другое пошло. Ё-моё, там знаете, что тут не хватает? Знаете, что тут не хватает? Значит, он закладывал яму, перегной. И у меня создалось впечатление, сцепился эта мысль с тем, что у него Фаина погибла, что многие абрикосы, перегной, это яд страшный, это смертельно. А об этом никто не знает. А уж самые крайние вот эти мошенники, типа, это самое, Беккер, там было 50% земли, 50% перегной. Это уже подлее, ничего не придумаешь. Быстрее сгновить и снова к нам. Вот, жалко, вот тут чуть-чуть не хватает. Тут было про то, что он, это, всадил, ну-ка, может, я пропустил это. Нет, про перегной нету. Ну, в другом месте есть. Так, ладно. Осталось 7 минут. Доброй вечер, спасибо, что уделили мне время, я поняла ответ на мой вопрос. А на фото Жигулевского испарада на одном Сомаре, день юбилея, прививку делал в 2008 году. Внимание, смотрите, урожаю. До 2002 года болезнь средняя, молодые годы подмерзала, затем перестала. Вот это вот должно быть уже давно в каждом саду. Видите? Прошло сколько? 12-13 лет. Посмотрите, что делается. Вот. Подросли ваши абрикосы, Татьяна Барнякова. Я из Омска. В 2007 году косточки, эй, Наталья с Ольгой, слушайте меня, засадила весь огород, раздавала соседям, отбраковывала. Теперь это большие деревья по 5-6 метров, оставила только два, руки бы оборвал. Очень много занимает места. А в прошлом году оставшиеся дали небывалые урожа, смотрите, уже сколько лет прошло. Это считайте, значит, 13-14 лет с урожаем. Ветки ломились. Спасибо огромное за незабываемые эмоции. Вот чем я живу. Вот. Еще раз повторяю. Нас бьют, мы летаем. Бейте дальше, дадите повод лишний раз это самое, доказать свою правоту. А то я уже был, думаю, да все все знают. Нет, пишут, что это, вас никто не знает. Ну, спасибо, конечно. Но она знает. Спасибо за вдохновение к прививкам. Это вы заразили мне волшебством прививка. Теперь в моем саду поселились много сортовые яблони и груши. Некоторые сорта ваши. Это действительно большое счастье, осуществлять себя волшебницей. А теперь посмотрите на эту даму. Внимание. Ну, ладно, виноград не мой. Но посмотрите на ее лицо. Вот. Вот такие все должны быть. Посмотрите. Вот она, настоящее счастье. А вот это ее урожай. Се-ян-цы, се-ян-цы. Ну, конечно, мелочь, что там говорить. Виноград зеленый, сказала лиса, не допрыгнула. Се-ян-цы, се-ян-цы. Мне кажется, так какая. Се-ян-цы, се-ян-цы, се-ян-цы. И плюс прививка. Вот это уже, может, привитая. Не знаю. В данном случае роли не играют. Посмотрите, эту красоту. Ну, еще придачу яблоки. Ну, это и дурак узнает. Северный Синап. Вот. И еще красивейшая фотография персика. Вот. Ну что, заканчивается наше время. А вы только начали. Мы только начали. Вот. Нина Акимова. Пользуясь случаем, выражаю вам огромную благодарность за черенки, косточки, абрикосы, персика. Вы мне прислали много лет назад. Сейчас в среднем по Волже. Сейчас упадете. Вот. В городе Ульяновске. Теперь же не только у меня растут ваши крупноплодные абрикосы и персикосатки. Вот. Растут для закрытия. Абрикос один населил из пяти взащитчиков к косточке. Казал самым крупноплодным. Крупнее, чем из привитого черенками. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот. А эй, дамы. Они бедные, несчастные попадают все время под руку. Как вот тут у нее скотчки крупнее, да? Вот. То получается, что я каждый раз их вспоминаю. Нет, вырастут дикари. Вот это страшно. Мы не знаем Железова. А он Железова, оказывается, по 25 рублей продает. Ах он негодяй. А у него дикари вырастут или вырастают. А тебе, это не все. А как им будет тяжело это сейчас считать? Но дело в том, что они-то всенародно. Там гигантское количество подписчиков. А это же все грязь на меня льется. Это действительно грязь. Потому что Железов халтурщик. Не верьте. Вот это все, как литмотив все это. Вот. Это еще Юра попался. Он как между молотом на ковальне. Это я говорил, чем это консуль, да? Когда он им... А вы покажите свой сад. У Железова, вот они есть. Вот. Да, у нас есть. Покажите фото. Они его заблокировали. Покажите фото. И все. А потом звонит мне. Константинович, мне все. Я говорю, вы там задайте вопрос. А все, говорит. Вот. Переписка уничтожена. Ну, молодцы. Но зато он уже успел скопировать ее. И так, на рынке. Заметьте. Она понесла продавать, за что я сейчас бы убил, если попалась под руку. Хотя я ее люблю. Так. Не нахим его. Но я бы ее все равно убил. На рынке покупатели не верили, что эти абрикосы растут у нас. Что это значит? Это значит, что они продавали плоды вместе с бесценными косточками. Это. Вот. И я, конечно, рассказываю историю происхождения. Они не верят. Огромного спасибо. Вот. А потом мы искали ее. Потому что это она не мне писала. А там в сетях разместила. Я тут все у них пускаю. Как? Где? Ищи. Нашел. Вот. Потом она отозвалась. Видимо, Вивнарпус. Теперь у нас есть телефон. Зовут Нина Акимова. Живет в Ульяновске. Урожай персика. Внимание. Этого года последние созрели в тени. Всего четыре ведра. Вот два ведра. Ну. Опять сказать. Эй, Ольга. Нас бьют. Мы летаем. Вот. Мы летаем. Месяц Нины. Видите? А это еще не все интересно. Внимание. Персик Хасанский. Выращенный с членка. Прививкой на сливу местную. Хорошая информация, да? То есть берешь это, черенок персика. Ты же куда хочешь. Тернуть. Она слива. Слива. Алыча. Абрикос. Вот. Некоторые умудряются и на эту. На волосе вишню привить. Некоторые это рядом сидит. Вот. Помнишь, угощал волосе вишней? А на ней была прививка персика. А вишня-то сладкая стала. А? А. Кстати, таким же они существуют. Ой, как я над ними сгаляться буду. Если бы не вот этот позор, которым они меня это пригвоздили. Что там миллион с чем-то этих самых подписчиков. И внимание. Итак. Персика. Перешли к абрикосу. Внимание. Абрикос королевский. Привит на мясную желтую сливу. Из черенка прислановами. Ну, измельчал. У меня-то я привык, когда он два раза крупнее. Ладно. Прости. Потому что влияние этого все равно есть. Внимание. Вот. Посмотрели на них? Посмотрели. Казал бы все. Внимание. Абрикос королевский. Клон Железова. Выращен из косточки по отношению на шестой год. Он оказался крупнее. Привет вам. Вот. Из косточки. А они же этого не знают, не понимают. Они в другом мире живут. Когда-то это... Сейчас у меня... О, все. Время истекло. На этом мы заканчиваем. А дальше вы знаете, что творится? Вот. Сейчас время истекло. Вот это все мы с вами будем не просто смотреть. Мы с вами все это будем изучать. Это все в других садах. Вы думаете, я все показал? Это все в других садах. Снова персики, абрикосы. Вот. Вот это все, 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 все. Это наши успехи. Это наши достижения. Это от Калининграда до Сахалина. Сахалин...